Что лежит в основе здоровой самооценки? В основе здоровой самооценки лежит хорошее отношение к себе, что бы с вами ни произошло. То есть самооценка – это такая штука, достаточно колеблющаяся. Удачно, допустим, выступил я где-то, и у меня самооценка высокая. Или сработано здорово, проект как-то классно сделан, все хвалят, все говорят, слушай, ты крут, классно, здорово. И самооценка поднимается. И, допустим, не получился проект, не случился, провалился. И как-то смотрят, ну, старик, бывает, ну что делать? Самооценка падает. Или не похвалили, не понравилось платье, в котором вышли, самооценка упала. Нормальная штука, что самооценка колеблется. Мы все живые люди, мы все зависимы от того, как нас оценили другие. Но если в основе самооценки лежит высокая самооценность, мы воспринимаем реакцию мира просто как обратную связь с глубинной верой, что я хорошая, у меня все получится, я классная, я сделаю все как надо, и все у меня в результате будет хорошо. Проиграла в этот раз, господи, я проанализирую свои ошибки, какие у меня были сделаны, да, и пойду дальше с учетом вот этих вот самых ошибок. Проигранные бои на самом деле это самая большая ценность, потому что именно там обретается самый большой опыт. Класс! У меня еще один проигранный бой в арсенале. Это здорово, это круто. Вот теперь вот с этим вот опытом новым я иду дальше, и у меня все получится, да? Это если у меня хорошая самоценность. Вот я прям показала, да, вот как свою самоценность можно холить или леять, обнимать себя, любить себя, просто потому что я такая, какая есть, вот такая вот уродилась, такой меня Господь создал, вот такое вот классное существо, да, вот такая сущность пришла в мир, просто потому что она есть, эта сущность. На самом деле сомневаться в собственной ценности, это значит сомневаться в способностях Бога создавать уникальное, ценное, талантливое, да, вот такое самодостаточное существо. Я доверяю Богу, Бог доверяет мне, у меня высокая самоценность, да? И знаете, как вот относятся к ценности, как это можно еще больше прокачивать в себе? Вот если, допустим, у вас какая-то есть драгоценная, придрагоценная картина в доме, ребрант, да? И вот вы к этому ребранту подходите с такой мягкой, чистой тряпочкой, которой вы ничего другого не протираете, да? И вот осторожненько, осторожненько, да, протираете пыль с самой картины, с рамочки, да? Потом отойдете, полюбуетесь, потом опять, да, вот смахнете вот эту пыль. И как же это здорово, что этот ребрант вот здесь есть, и он это пространство преображает. Вот очень так же по отношению к себе, собственно, признание своей ценности, как признание Рембрандта, это внимание к себе и забота о себе. Поэтому учимся проявлять к себе внимание непосредственно, искренне и заботиться о себе. Тогда будет расти самоценность, да? И тогда самооценка, она будет адекватной и здоровой.